День дурака Автор рассказа Андрей Ломачинский Вообще-то Коля шалопаем не был. Он был парень серьезный. В перерывах между хохмами науку двигал. Избрали его во вносе секретарить, и в эти секретарские обязанности вменялось проводить межвузовские конференции. Почти как у настоящих ученых. Только среди курсантов-студентов. Хотя эта должность была не особенно серьезной, но даже кое-какую дополнительную денежку за нее платили, а поэтому к такой работе Коля относился отнюдь не понарошку. Хотя, если честно сказать, то самой работы было немного. Сходить в деканаты разных вузов, да переговорить с ответственным за СНО студенческим научным обществом. Насчет того, чтобы ваш студент к нам, а мы к вам. Докладики почитать, да умом порисоваться. И Колина речь, в конце концов, сводилась к простой передаче списков. Такое много времени не занимало. И вот в конце марта отправился Коля в ЛГУ, Ленинградский государственный университет. Ну и я к нему на хвост упал. Тоже посоледничать захотелось. Решили мы их биохимиков-иммунологов к нам в академию пригласить. А в ЛГУ старостой СНО был в то время Всеволод Шадрин, довольно пакостная личность с сильным комсомольским уклоном. Ну он нас облажал. Типа мы университет, глубокая наука, еще бы к каким-то военным свои труды читать ходили. Мол, у нас уровень не тот. И словно рисуясь своим университетским блеском, особенной студенческой неповторимостью и собственной значимостью и властью, пригласил он нас на 1 апреля посетить их ЛГУ-ховский праздник – День Дурака. Дал нам по пропуску пригласительному в их высотное общежитие, что в Студгородке. Вообще-то на 1 апрельский День Дурака даже не каждый рядовой студент самого университета попасть мог. Давались специальные пригласительные билеты, а на входе каждому на лоб ставили здоровую красную печать – дурак. Ну а дальше такой дурак моментально забывал все комплексы, слету окунаясь в студенческое шоу юморину, плавно переходящую в дискотеку, а та в костюмированную оргию, где уж каждый веселился и дурачился как мог. Университетские студенты этим капустником очень гордились и его считали лучшим в городе. Да, пожалуй, он и был лучшим. Дня Дурака в университете ждали многие студенты Ленинграда из разных вузов, лелея тайное желание – ну хоть в этот год я туда как-нибудь пролезу. Коля за снобизм решил университет наказать. Да не как-нибудь по мелочи, а решил ни много ни мало этот самый знаменитый университетский праздник подпортить. Пока мы шли из их деканата с Васильевского по набережной Невы до Авроры обозначился четкий план мести. В этот год шоу должны будут прикрыть городские структуры охраны правопорядка. В просторечье – менты. Саму идею мы стырили с показухи у псковских десантников на войсковой стажировке. Правда, те там ничего такого противозаконного не совершали, а просто демонстрировали собравшимся на стадионе нескольким тысячам зевак разные зверские способы убийства холодным оружием. На факультете Коля пошел к бате, к нашему курсовому художнику. Тому постоянно серп и молот приказывал делать разные стенды. Так вот, на те стенды батя вырезал горячей проволокой из пенопласта красивые объемные буквы. И этого пенопласта в его коморке всегда было завались. Коля там взял два куска. Еще у нас был тесак. Давным-давно о курсе этак на втором, когда мы только вселились в общагу, то у себя в комнате на антресолях нашли здоровый заржавленный кухонный нож из тех, что использовались в хлебных магазинах и в столовке. Откуда пришел этот реликт мы не знали, но кочевал он с нами без дела из курс в курс, из комнаты в комнату. Вот, наконец, нашлось применение наследства старших поколений. Коля положил нож на плинтус и гирей перебил каленую сталь пополам. А в ночь накануне Дня Дурака Коля пошел к клинике госпитальной хирургии и добыл там литр настоящей консервированной донорской крови. У этой крови вышел срок годности и ее списали, то бишь просто выкинули в мусорный бак, что стоял во дворе, недалече от черного входа. У Коля вообще талант на помойке. На курсе нашлись старый спортивный костюм и рваные кеды. Если это надеть, то получался вполне внутриобщаговский вид весьма обнищавшего студента. В подельнике к себе Коля избрал Сива, как натуру наиболее артистичную. Вместе они отрепетировали детали мероприятия по срыву мероприятия. И вот 1 апреля Коля и Сив отправились в студгородок. Заявились в форме, весь антураж поместился в небольшой дипломат. Дипломат слегка раздулся, но подозрений не вызвал. На вахте ребят показали свои пригласительные и их с улыбкой пропустили. Недолго поторчали у лифтов со скучающими мордами, мол кого-то ждут в вестибюле, а улучив подходящий момент, когда остались внизу одни, быстро поднялись на последний этаж. Там Коля скидывает форму и прячет ее на самых верхних ступеньках, что ведут уже к моторам над шахтами. Одевает спортивный костюм, на спину и грудь подкладывает пенопласт, на всякий случай, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Сив натянул хирургические перчатки, затем в пенопласт через аккуратные прорези вставил половинки ножа и обильно облил все кровью. Создалось вполне реалистичное впечатление, что человека проткнули насквозь здоровенным тесаком. Коля на голову одевает капюшон спортивки, подходит к лестничному пролету, где и остается ждать условного сигнала. Сив спокойно проходит по этажам и обнаруживает, что на шестом этаже у лифтов и в коридоре пусто. Вытягивает в пролет руки, на пальцах показывая шесть. Коля мчится к лифту и спускается на шестой этаж. Там он с лифта выходит и ложится на пол. Сив же поднимается по лестнице напролет выше. Ждать долго не приходится. Скоро двери лифта открываются, и оттуда раздается цоканье каблучков и беззаботный девичий смех. Вдруг наступает тишина, а затем раздается истошный виск, гулкий топот по полу, буханье створок лифта. Лифт немедленно отъезжает вниз. Похоже, сработало. Сив выскакивает из засады и наливает здоровую лужу крови, еще при этом брызгает на стены и потолок, создавая для криминалистов характерную картину борьбы. После этого Коля наступает кедом в лужу и топает ко второму лифту, будто человек в вагоне и на карачках бежал. К счастью, за эти несколько секунд никто в коридорчике не появился. А вот и подошел пустой вызванный лифт. Ребята поднимаются на два этажа выше и осторожно выглядывают. Опять никого. Чтобы лифт не убежал, его двери заклинили дипломатом, а Коля ложится перед вторым лифтом. Сив снова скачет на лестничный пролет. Через минуту шоу повторяется. Хлопают створки, кто-то подъехал, секунда тишины, а потом суета, но похоже, что человек даже не решился выйти из лифта. Правда, теперь никакого визга нет. А звучат полновесные русские матюки, произносимые мужским басом. Лифт опять уходит вниз. Сив выбегает из засады, обильно капает на пол кровью, а Коля стягивает в себя костюм. Остатками крови мажут лифт, наделали кровяных смазов, будто уже мертвое кровоточащее тело здесь тянули. Окровавленный костюм и остальной отработанный реквизит тут же скинули в шахту лифта. Ну, в щелк, что остается между дверями, когда лифт стоит на этаже. Потом, на этом же лифте, ребята поднимаются на последний этаж, где Коля голопом одевает форму, бегут в ближайший туалет, где ножницами режут на кусочки перчатки и пустой пакет из-под крови. Затем ошметки единственных улик, способных указать на принадлежность шутников, спускаются в унитаз. Осталось тщательно вымыть руки и оглядеть себя. Все отлично, нет ни капельки крови, даже если застукают, то доказать причастность к шутке будет трудно. Можно по лестнице спокойно спускаться на первый этаж и присоединяться к общему празднику. На первом этаже на вахте переполох, срочно вызвана бригада дружинников из студсовета, контролирующих порядок во время праздника. Похоже, серьезное ЧП, только что группа первокурсниц обнаружила на шестом этаже мужской труп, но с очень явными следами насильственной смерти. Нет, кто это опознать не смогли. Голова трупа в капюшоне, лицо почти вплотную к стене. Но то, что его с даровущим ножом насквозь, это точно видели, тут сомнений нет. Председатель студсовета пока в милицию звонить не спешит. День дурака все же, вдруг у кого-то такие шутки дурацкие. Без меры, в смысле. Но тут прибегает испуганный парень с восьмого и говорит о том же самом. Теперь дружинники студсоветовцы уже смеются. Они явно думают, что это шутка. Чего это труп с ножом будет по этажам бегать? Но все же решают проверить место происшествия. Всей гурьбой они подходят к лифту, открывают двери и... и галдят наперебой. В лифте следы кровавой драмы. Самый умный советует оставить двери открытыми, чтобы лифт вызвать не смогли. У дверей выставляют двух постовых, беречь сцену преступления в неприкосновенности до самого приезда ментов. Другая группа несется по лестнице на шестой этаж. Кто-то пытается вызвать второй лифт, чтобы уехать на восьмой. Теперь у доморощенных сыщиков сомнений нет. И на шестом, и на восьмом следы преступления. Все наперебой высказывают свои соображения. Испуганный вахтер звонит в милицию. Менты явились быстро. Какой-то капитан, видать начальник вызванной опергруппы, начал опрос свидетелей. Ситуация не совсем ясная. То ли в общаге идет кровавая бойня, и на каждом этаже полно трупов, то ли труп один, но его какой-то маньяк таскает с этажа на этаж. Решили заглянуть в лифт. Дежурный криминалист макнул капельку ваткой на фенолфталииновую пробу. Однозначно кровь. Сразу опросили вахту, не выходил ли кто и не выносили ли чего-нибудь громоздкого и подозрительного. Поставили ментов с пистолетами и наказали никого не выпускать. Капитан решил просто. Скорее всего, и жертва, и преступник все еще в общежитии, а поэтому решил шмонать всю эту гигантскую общагу, начиная с самого пятнадцатого этажа. Менты вызвали дополнительный наряд. Дискотеку и капустник тут же прикрыли, и народ устремился на выход. В этой пестрой толпе довольно много было курсантов в форме разных военных училищ. Из отцепленной общаги их выпускали в числе первых, только переписав данные военных билетов и спросив причину появления, кому пришли и кто дал пригласительный. Когда подошла очередь Коли и Сива, то они честно ответили, мол, Всеволод Шадрин пригласил, пообещав, что тут такое увидим. Но ничего так и не увидели, кроме испуганных студентов.